Дальше. Я так понимаю, что вот вся активность сейчас наступательная, да, она сосредоточена все-таки в районе Луганской области, соответственно, с целью выхода на границу Луганской области. И, видимо, следующим, даже если оставит Лисичанского СОО, отойдет, выравнивая фронт, это все равно основной удар будет на Краматорск, Славянск, вот здесь, на Донецкую область, как можно судить. Да, да. Потому что это логично. Это все правильно. Они, скорее всего, будут пытаться где-то с южного фланга от Бахмута идти на Краматорск и от Изюма идти на Краматорск. Вот с двух сторон они будут пытаться продавить. И там, кстати, две самые большие группировки. В районе Изюма 20 батальонно-тактических групп, на Бахмутском направлении, ну вот, в районе Алчевска 17 батальонно-тактических групп. То есть это вот самая большая группировка на... В принципе, эти три группировки, вот и третья сам Северодонецк, 7 еще батальонно-тактических групп. Я так понимаю, что они практически больше, чем все остальные войска вместе взятые. Ну, значит, это логично, что они именно там поставленные задачи будут выполнять по части... Хотя у них есть небольшое накопление на Запорожском направлении, и может быть, может быть, либо Харьков, либо Запорожье будут избраны как направление второго удара для того, чтобы растягивать силы вооруженных сил Украины. Угу. Угу.